Привет всем, друзья! Сегодня с вами снова я, Владимир. И это пилотный выпуск для группы ВКонтакте Висоник и ПАД-7. Если вы смотрите нас на YouTube, то знаете, что вы можете вступить в нашу группу ВКонтакте. Ссылка будет в описании к видео. И сегодняшняя рубрика – это Фан Софт. Значит, у нас есть обзор полноценных игрушек на Android, таймкиллеров. Значит, раздел для гиков, где мы вообще подробно рассказываем, как можно здорово прокачать свой девайс. И сегодняшний выпуск уже будет посвящен Фан Софту. Что это себя представляет? Скажем так, это такие программы, как, допустим, FB Reader, которыми вы все без исключения наверняка пользуетесь. Различными рисовалками и так далее. То есть, программы именно для удовольствия, но которые имеют место быть. Программы, которые полезны. И сегодняшняя программа, первая, которую мы рассмотрим, это будет ACV. Значит, это программа для чтения комиксов. Вот, вы видите, я читаю сейчас «Чужие», книга первая. Я специально перешел на самую первую страничку, чтобы показать вам, что программа работает как с цветными, правильно выразиться, с цветными комиксами, так и с черно-белыми. Потому что вся книга, в принципе, оформлена в черно-белом варианте. Вот я пролистнул. То есть, можно пролистывать как и просто перелистыванием, так и тапать на виртуальные кнопочки, то есть перелистывание. И вот вы видите, что комиксы выполнен, вот сам комикс в черно-белом оформлении. Значит, что программа поддерживает мульти-тач, то есть мы можем увеличить любой нужный момент, уменьшить. Можем уменьшить его до стандартных размеров, можем вообще уменьшить комикс. Программа поддерживает ориентацию, то есть, перевернув планшет, изображение перезагрузится и уже будет в таком формате чтения. Кому покажется, как это удобно. Но мне вот почему-то нравится комиксы читать именно так. Хотя книги я читаю в альбомной ориентации. И давайте посмотрим дальше. Вы видите, что грузятся странички комикса не так быстро, но давайте я вам скажу в чем дело. Данные комиксы весят порядка 80 мегабайт. То есть, это полноценная графическая новелла, в которой около 200 страниц. То есть, она грузится вот таким образом. Если вы будете качать стандартные выпуски комиксов, которые весят по 30-25 метров, то она будет вообще включать их, наверное, быстрее, чем эфберидер, открывает книжку. Итак, давайте посмотрим теперь настройки, собственно, данной замечательной программы. Значит, буду вас сопровождать как бы своим описанием, потому что я вижу, захватывает оно не очень. Но самый крайний правый угол, стрелочка вниз дополнительно. И в раздел Settings. Сейчас уже будет все чуть покомфортнее. И вкладочка Visual. Значит, что в первую очередь нужно вообще? Какие настройки следует трогать в этой программе? Давайте Scale Mode. То есть, это изначальное расположение комикса по отношению к экрану. То есть, вы можете выбирать ручной, то есть, это самый верхний ноун. Растягивать по ширине, то есть, у меня комикс растягивается от левой стороны до правой. Также по высоте, это рекомендуют тем, кто пользуется альбомной ориентацией. И как бы во весь экран, то есть, уже вы будете... Ну, обычное растягивание. Также следующий параметр показывать номер страницы комикса. Я поставил себе, что да, у меня стоит галочка. Invisible Connors, это как бы делает углы невидимыми. То есть, я не знаю, нужно ли вам это, сглаживание не нужно. Мне, в принципе, комфортно, я галочку не ставил. И также Brightness, яркость. Я выбрал Default Brightness. То есть, настройки по умолчанию, также вы можете регулировать их по своему желанию. Итак, теперь следующий параметр контроль, то есть, управление. Тапаем. Значит, Custom Controls. Здесь можно каждому действию присвоить какое-либо, как правильно выразится, ну, каждому действию тача, прикосновения, выбрать определенное действие. То есть, допустим, кнопочка повышения громкости будет реагировать. И вот мы выбираем, что же она будет все-таки делать из многообразия действий. То есть, программа очень, очень в этом плане кастомная. То есть, вы можете настроить ее по своему желанию. То есть, там, допустим, касание двумя пальцами, перелистывание, одиночный тап, что будет делать двойной тап, долгое нажатие и тому подобное. Все это вы можете настроить по себе. Также, Reading Direction. Это, собственно, как листать будет, прочитываться будет комикс. Слева направо, либо справа налево. Это, видимо, сделано, как бы, с расчетом на арабские стороны. Но по умолчанию стоит слева направо, этот параметр трогать не надо. И Auto Rotate. То есть, как я уже говорил, автоориентация через наш, как я забыл, G-сенсор. Ну, или Акселерометр. Также раздел История. То есть, здесь можно выбрать параметр Загружать последний прочитанный комикс. И он будет загружаться именно на той страничке, где я остановился. Но это был комикс Чужие книга первая. Вот я специально его просматривал. И вот также раздел Продвинутый. Здесь можно выбрать максимальное количество точек в высоту, в ширину. И также вот есть такой параметр. Если у вас сам планшет по себе загружен. Я, как всегда говорил, у меня 250 МБ чистыми. Но если вы хотите как-то, чтобы программа работала быстро, даже с такими объемными комиксами. Есть вот такой вот пункт Low Memory Mode. То есть, если этот пункт включить, то программа будет по умолчанию подгружать следующие странички. То есть, как бы, все странички будут в буфере обмена. Там, допустим, Ореол около 10 страниц, влево 10 страниц вправо. Но это я образно. Будут подзагружены. Если же этот параметр включить, что да, у нас памяти мало, мы будем ее экономить. То каждая страничка будет грузиться именно непосредственно, как только мы перелистываем на нее. То есть, это в зависимости от уже... В зависимости от ваших предпочтений. И такой параметр, как Vibration. То есть, как бы, касаясь экрана, у меня происходит отдача. Как бы, кому-то это нужно, кому-то это не нужно, может быть. И смотрим дальше, значит, поддержка и о книге. Теперь посмотрим подробнее интерфейс. Как я уже говорил, можно перелистывать так. Страничка при этом еще чуть-чуть спустится вниз. И можно тапать на виртуальные клавиши. Также, что еще есть в этих настройках? Значит, Zoom. Ну, как-то вы выбираете в зависимости увеличить, отдалить, выбрать актуальный размер, растянуть по высоте ширине. То есть, в принципе, вы эти параметры можете делать и вручную, без настроек. Но при следующем включении все равно сбросится на дефолтные настройки. Также перейти на куда-либо, последняя страничка. Перевернуть. То есть, если вы активируете этот режим, то при следующей загрузке акселерометр будет опять действовать. Но сейчас можно сделать это вручную. И тогда уже устройство не будет реагировать на переключение. Также Browse. То есть, выбрать можно какой-то определенный участок. То есть, можно перейти сразу на ту или иную страничку очень быстро. И, собственно, Share. Это поделиться комиксом. То есть, как бы поделиться именно данным снимком. То есть, вы можете выложить там через программу на Twitter или еще что-либо. Там зацени, какой классный комикс. И там будет страничка. Также можно рекомендовать его как бы по DCV, что он корректно работает. И самый другой уже пункт. Дополнительно. И просто вы выбираете комикс, какой хотите прочитать. Теперь поговорим о том, какие же все-таки должны быть комиксы. Давайте посмотрим, как это все делается. Если вы никогда не делали комиксы, в принципе, вручную. Есть заранее готовые форматы комиксов. А есть, значит, комиксы, которые представляют из себя. Как правильно выразиться. Сейчас давайте я вам все-таки продемонстрирую. Так, у меня здесь, в принципе, довольно много комиксов. Они разбросаны на устройстве. Но вот я специально создал комикс. И давайте зайдем в Alan Book. Вы видите, происходит загрузка. И смотрите, как все делаете вы на компьютере, либо на планшете. То есть, вы скачали комикс. Если он не в формате комикса, то есть, допустим, ACV или какой-либо там еще формат. То они, в основном, из себя представляют это сборник JPEG-картинок. Которые расфасованы и названы таким образом, что каждая последующая по нумерации идет дальше. То есть, расфасованы по страничкам. Что от нас требуется? Требуется запустить любой архиватор, то есть, любой менеджер архивов. То есть, WinRAR, либо вот я пользовался 7-zip. Выделить все эти файлики вместе. То есть, мы заходим в папку, где они находятся. Выделяем их все. Ctrl-A. Правая клавиша мыши. Создать архив. И выбираем архив, то есть, с расширением zip. И я рекомендую выбирать сжатие. Как бы, ну, лучше сжатие выбирать в зависимости от производительности нашего устройства. Но под наш девайс вполне подойдет сжатие стандартное. То есть, максимально пытаться сделать выжимку, чтобы сэкономить место, нет смысла, потому что устройство будет больше грузиться, пока будет вытаскивать эти архивированные картинки, разворачивать их на экран в нашей программе. Ну вот это вот такой вот выпуск. Я не знаю, понравится ли вам все это. Пишите свои комментарии к видео. И вот такой вот обзор. Спасибо, что были с нами. На этом все. И до встречи на нашей группе ВКонтакте, либо на моем канале на YouTube. Также маленький пиар. На канале на YouTube я рассматриваю не только Android, но и также Windows, Linux. И также, в принципе, делаю различные обзоры очень интересных возможностей, как, допустим, реализация 3D на компьютерах без 3D-монитора, 3D-поддержки, и так далее, и тому подобное. Спасибо всем. Счастливо.